Здравствуйте, друзья! С вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет первый пациент Нейролинк с мозговым имплантом, который показал, как играет в шахматы на компьютере силой мысли. Илон Маск, который объявил, что следующий имплант Нейролинк подарит зрение слепым. Андроид от Юни 3, первый, выполнивший обратное сальто без гидравлики. Норвежский робот One X, который учится просто невероятными темпами. Рейдия Уиндраннер, который вскоре станет самым большим грузовым самолетом в мире. И стартап Интерлун, который собирается добывать безумно дорогой гелий 3 на Луне. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Начнем мы сегодня с первого парализованного добровольца, который перенес операцию по установке в черепную коробку импланта Нейролинк. Что позволило ему научиться управлять курсором на ноутбуке буквально при помощи мысли. Компания опубликовала новое видео, демонстрирующее обретенные после этой операции добровольцам новые физические возможности. 29-летний Ноланд Арбоу, который 8 лет назад получил травму спинного мозга и утратил подвижность всех четырех конечностей, не чувствует ничего ниже уровня плеч. Он находился во время новой трансляции в прекрасном расположении духа, много улыбался и шутил. По его словам, операцию по установке импланта он перенес очень легко. Из больницы его выписали уже на следующий день. После некоторой тренировки и настройки оборудования он научился управлять с помощью мысли курсором на экране ноутбука. И в первые дни появление подобной возможности настолько будоражило его эмоционально, что он просыпался в 6 утра и с нетерпением ждал, когда получит доступ к заветному ноутбуку. Попробовав свои силы в стратегической игре «Цивилизация 6» и шахматах, Ноланд Арбоу отдал предпочтение последним и на каком-то этапе так увлекся этим занятием, что с большим трудом дожидался момента, пока аккумулятор вживленного импланта будет снова заряжен для продолжения экспериментов. Напомним, что заряда импланта хватает на несколько часов непрерывной работы, затем его нужно восполнять при помощи специальной подушки с функцией беспроводной зарядки. Предполагается, что у серийной версии зарядка будет происходить, пока пациент находится в кровати и спит. Первый пациент с мозговым имплантом Neuralink признался, что технологии этой компании не лишены недостатков, но он убежден, что она находится в самом начале пути, и уже в нынешнем виде ее разработки сильно изменили его жизнь. Так считает и сам Илон, который объявил, что следующий имплант Neuralink даже подарит зрение слепым. Обычно к громким обещаниям Маска относятся скептически, он не раз переоценивал возможности своих компаний. Однако, после демонстрации работы чипа Telepathy, который позволяет управлять компьютером с помощью силы мысли, доверия к его словам стало больше. Впечатленные комментаторы сравнили имплант с компьютерной мышкой, встроенной прямо в мозг. Новый имплант назвали Blind Sight. Его уже испытывают на обезьянах. Ни один примат не получил травмы и не погиб после вживления импланта. Все подопытные животные чувствуют себя хорошо. Илон говорит, что сначала разрешение при искусственном зрении будет низким, как у старых приставок Nintendo, но затем его совершенствуют до обычного человеческого и даже лучше. Для незрячих с рождения возможность видеть мир станет фантастическим прорывом. Не знаем, как вы, но мы просто ждем-не дождемся этой прорывной технологии. А чтобы не пропустить этот исторический момент, настоятельно рекомендуем подписаться и нажать на колокольчик. А мы продолжаем. Двуногий робот H1 от китайской компании Unitary стал первым андроидом, который выполнил сальто назад, стоя без использования гидравлики. Чем это примечательно, спросите вы? А тем, что гуманоидные роботы, например, Atlas от Boston Dynamic, который уже несколько лет выполняет сальто назад, использует тяжелую и потенциально негерметичную гидравлику, чтобы подняться в воздух, сделать сальто, а затем приземлиться на обе ноги. H1, в свою очередь, использует только собственные электродвигатели M107. Каждая нога обладает тремя степенями свободы, в бедре, одну в колени и еще одну в лодыжке. У верхних конечностей четыре степени свободы, все кабели проложены внутри, поэтому робот ни за что не цепляется и выглядит, ну уж очень аккуратно. Unitary использовала моделирование обучения с подкреплением, чтобы научить H1 переворачиваться. На видео это ему удалось, но в конце он сделал лишний подскок, поскольку поначалу приземлился в неустойчивое положение. Высота андроида составляет 1,8 метра, он весит 47 килограммов и может нести до 30 килограммов полезной нагрузки. У него пока нет захватов на руках, как у Tesla Optimus или Figure 01. На голове установлен массив датчиков, включающий 3D лидар и камеру глубины Intel RealSense для сканирования окружающего мира. В спецификациях указана сменная батарея емкостью 863 ватт-часов, но эти характеристики еще могут поменяться. Ранее мы вам рассказывали и о мировом рекорде скорости бега в 12 километров в час. Компания ожидает, что коммерческое устройство достигнет максимальной скорости передвижения около 18 километров в час. Ну и раз мы начали роботами, давайте ими же продолжим. Робототехническая компания One X, которая сотрудничает с OpenAI, решила продемонстрировать свои успехи в развитии гуманоидных роботов. Сложность задач за очень короткий промежуток шагнула далеко вперед. Иев продемонстрировал многоэтапную обработку задач. Он разобрал сумку с продуктами и решил, куда их положить, а также открывал и закрывал дверцу шкафа после того, как убрал их. Робот также использовал мягкие инструменты, в частности, вытер разлитую жидкость тканью. Отсутствие больших пальцев не помешало ему сложить все четыре выступа картонной коробки вместе. Наконец, гуманоид сложил рубашку, что потребовало деликатного обращения с деформируемыми поверхностями. Последний — это выпад в сторону Tesla, которая в январе продемонстрировала, что ее робот Optimus выполняет ту же работу, но позже признала, что роботом управлял человек на расстоянии. Но Optimus также построен на модели искусственного интеллекта, способной к обучению. Возможно, следующее обновление будет таким же впечатляющим. Такое быстрое развитие гуманоидных роботов уже называют моментом GPT-3 для робототехники. Андроиды делают первые шаги в реальной рабочей силе. Digit от Agility в Amazon, 01 от Figure в BMW и Apollo от Apptronic в Mercedes-Benz. Сотрудники же Корнельского университета представили робота-ассистента, призванного помочь человеку в процессе готовки еды. Разработка уже способна помочь в приготовлении шести разных блюд и может понимать человеческую речь посредством голосовых команд. Инженеры разработали модульные архитектуры Mosaic, позволяющие роботам выполнять бытовые домашние задачи и даже помогать в приготовлении пищи. Система включает интерактивный планировщик задач, архитектуры для идентификации объектов и планирования движений роботов, а также модуль для прогнозирования движений людей. Авторы провели 60 испытаний с использованием двух роботизированных систем – мобильного манипулятора Stretch Robot RE1 и настольного манипулятора Frank Amica Research 3. Оба модуля помогли человеку приготовить два вида салата, три разновидности супа и сэндвич с тунцом. Сейчас исследователи Корнельского университета работают над улучшением базовых компонентов Mosaic с целью повышения ее производительности. Кроме того, Mosaic может стать основой для новых исследований и будущих роботизированных систем. Погнали дальше. В Южной Корее заработала телеведущая, созданная искусственным интеллектом, и и девушку назвали Джейна, что переводится как «новости» и «AI». Сейчас телеведущая ведет ежедневный выпуск новостей на местном YouTube-канале. Нейросити сгенерировали не только внешность девушки. Алгоритмы также отвечают за поиск новостей, создание сценариев и прочтение текстов. По данным авторов идеи, программа обходится всего в 41 тысячу рублей в месяц. Это в десятки раз дешевле, чем создание такого же контента с живыми людьми. Теперь же давайте подниматься в небо. Radio Windrunner обещает стать самым большим грузовым самолетом в мире. Гигантский 108-метровый самолет предназначен для перевозки огромных грузов в случаях, когда обойтись обычной доставкой невозможно. Например, для гигантских турбин-ветряных генераторов. Именно проблемы с транспортировкой этого компонента побудили компанию Radio создать грузовой самолет нового поколения. Windrunner способен растянуться на всю длину футбольного поля, а размах его крыльев достигает 80 метров. При высоте в 24 метра и откидной передней части с кабиной самолет может перевозить детали длиной до 108 метров при диаметре в 7,3 метра. Воздушное судно может переносить полезную нагрузку общим весом 72,5 тонны на расстояние до 2000 километров. Объем грузового отсека Windrunner 8200 кубических метров. Чтобы сделать процесс доставки еще эффективнее, Radio намерена размещать взлетно-посадочную полосу как можно ближе к заводам по производству лопастей, а другой в непосредственной близости с ветряными электростанциями. Компания получила финансирование в размере 104 миллионов долларов. Ожидается, что Windrunner позволит снизить стоимость производства чистой энергии на 35%. На разработку, тестирование и реализацию проекта Radio намерена потратить 4 года. Ну и какой же кик без космоса? Друзья, вы когда-нибудь слышали про гелий-3? Его стали использовать в ряде новых отраслей, например, в квантовых вычислениях и термоядерных реакторах. На Земле его запасы скудны. Когда два фотона соединяются с одним нейтроном и двумя электронами в процессе термоядерного синтеза в центре Солнца, это сочетание порождает высокоэнергетические частицы гелия-3. Затем солнечный ветер разносит эти частицы к разным планетам. Когда они достигают Земли, большая их часть не может проникнуть сквозь магнитосферу. Однако на Луне атмосферы и магнитного щита нет, так что на ее поверхность постоянно падает множество высокоэнергетических частиц. По предварительным оценкам, на Луне около 1,2 миллиона тонн гелия-3, а его цена составляет 4 миллиарда долларов за тонну. Этот редкий изотоп способен обеспечить потребность в чистой энергии и заложить основу многомиллиардной промышленности. Стартап Interlune заявляет, что обладает технологией, позволяющей добывать гелий-3 эффективно и бережно. Основали стартап Interlune астронавт Харрисон Шмидт и Роб Мейерсон, бывший президент космической компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу. Вместе они руководят разработкой программы высадки на Луне робота, которая определит основные месторождения гелия-3. Впрочем, Interlune не единственная организация, положившая глаз на лунные запасы гелия-3. Прошлым летом агентство NASA объявило о планах по разработке Луны с 2032 года. Добыча природных ресурсов — составная часть лунной программы Артемида. И так уже можно сказать точно, что космическая гонка за лунными ресурсами началась. На этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Не забываем подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок высоких технологий. Следите за техно-новостями также в нашей телеге и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!